Согласно закону сохранения энергии, общее количество энергии в изолированной системе остаётся постоянным. Согласно первому закону движения Ньютона, тело, пребывающее в состоянии покоя, продолжает оставаться в состоянии покоя до тех пор, пока на него не подействует внешняя и неуравновешенная ни с чем сила. Закономерности в природе Самые великие умы мира продолжают изумляться их разнообразию. Но важная особенность заключается не только в том, что они существуют, но также в том, что эти закономерности математически точны, универсальны и взаимосвязаны. Вопрос, который мы должны задать, состоит в том, как появилась природа в том виде, в котором мы её наблюдаем. Естественно, что учёные от Ньютона до Эйнштейна и Гейзенберга задавали этот вопрос и сами же на него отвечали. И вопреки назойливым стереотипам, нередко их ответом был. Разум Бога. Почему же тогда миллионы людей считают, что наука и вера несовместимы? Что на самом деле Эйнштейн говорил о Боге? И почему это так тщательно от нас скрывают? Давайте разбираться. Как думаешь, кому принадлежит эта цитата? Да, пролог к этому видео дал подсказку. Это слова выдающегося учёного, лауреата Нобелевской премии по физике Альберта Эйнштейна. Уууу, запахло бесстыдным фейком от религиозных фанатиков. Не будем торопиться с умозаключениями. Дело в том, что современное представление о взглядах мировых учёных на религию и веру в целом формируется инфлюенсерами атеизма. И чтобы пополнить их ряды, нужно быть не столько гением математики или физики, сколько талантливым писателем, способным издавать нашумевшие бестселлеры. На пьедестале таковых в 21 веке восседает эволюционный биолог и так называемый популяризатор науки Ричард Докинс. Он не скупится разбрасываться заявлениями о том, что ни один стоящий учёный не верит в Бога и даже приводит в свою защиту слова Эйнштейна, где под Богом образно понимается природа. А в самой известной своей книге «Бог как иллюзия» Докинс убеждает своих последователей, что Эйнштейн в лучшем случае был атеистом, как он, а в худшем – пантеистом, то есть тем, кто отождествляет Бога с природой. Однако Докинс бессовестно ссылается только на те цитаты, где показана неприязнь Эйнштейна к организованной религии и к религии, основанной на откровениях свыше, опуская общую картину мировоззрения легендарного учёного. Для дополнительного подтверждения своих идей Ричард Докинс ссылается на слова некоего Макса Джеммера, близкого друга Эйнштейна, который якобы также был убеждён в том, что великий физик был абсолютно неверующим человеком. Однако по иронии судьбы, либо по проведению свыше, Макс Джеммер не так давно выпустил свою собственную книгу, озаглавленную Эйнштейн и религия, которая проливает свет на реальное положение вещей, подрезая однобокую позицию Докинса под самый корень. По словам Джеммера, сам Эйнштейн категорически отказывался именовать себя атеистом или пантеистом. Далее мы приведём некоторые малоизвестные цитаты Эйнштейна, взятые из вышеупомянутой книги, каждая из которых вас изрядно удивит. Я не атеист и не думаю, что могу называть себя пантеистом. Мы все, словно маленький ребёнок в большой библиотеке, полный книг на многих языках. Ребёнок знает. Кто-то, должно быть, написал эти книги. Он не знает, как. Он не понимает языка, на котором они написаны. Ребёнок смутно подозревает о наличии таинственного порядка в расположении книг, но не знает, каков он. В этом заключается, как мне кажется, позиция даже самого умного человека по отношению к Богу. Мы видим, что Вселенная удивительно упорядочена и подчиняется определённым законам. Но мы лишь смутно их понимаем. Наш ограниченный разум осознаёт таинственную силу, что движет созвездие. В одной из глав Джеммер подчёркивает. Эйнштейн всегда протестовал против того, чтобы его относили к атеистам. Например, в беседе с принцем Губертом Цулевенштейном он заявил, что меня действительно раздражает, так это то, что они, люди, которые утверждают, что Бога нет, цитируют меня для поддержки своих убеждений. Эйнштейн отвергал атеизм, ибо никогда не считал своё отрицание личностного Бога отрицанием Бога как такового. Да, справедливости ради нужно уточнить, что Эйнштейн не верил или не успел поверить в Бога, близкого для каждого человека, и уж тем более в Иисуса, подобно тому, как верят христиане. Но на этот счёт он говорил так. Нужно ли оспаривать веру в личностного Бога – это уже другой вопрос. Фрейд в своей последней публикации одобрил эту идею. «Сам я никогда об этом не думал». Что до подобной веры, она мне кажется более предпочтительной, чем полное отсутствие всякого трансцендентного взгляда на жизнь. И сомневаюсь, сможет ли кто-либо, когда-нибудь, предоставить большинству людей более совершенное средство для утоления их метафизической жажды. Подводя итог, пишет в заключение Джеммер, Эйнштейн, подобно Маймониду и Спинозе, категорически отрицает всякий антропоморфизм в религиозной мысли. Но в отличие от Спинозы, который в отождествлении Бога с природой видел лишь логический результат отрицания личностного Бога, Эйнштейн утверждал, что Бог проявляет себя в законах Вселенной в качестве Духа, который безмерно превосходит человека, и перед лицом которого мы с нашими скромными возможностями должны смириться. Эйнштейн соглашался со Спинозой в том, что знающий законы природы знает Бога, но не потому, что природа — это Бог, а потому, что научные поиски в наблюдаемой природе приводят к вере в Бога. Эйнштейн определенно верил в сверхъестественный источник разумно устроенного мира и называл его по-разному. Высший разум, безгранично великий дух, высшая мыслящая сила и таинственная сила, что движет созвездие. Это становится очевидным на примере последующих его высказываний, также запечатленных его другом Максом Джеммером. Однако я не могу подобрать лучшего эпитета, чем религиозная, для этой веры в рациональную природу реальности, по крайней мере той ее части, которая доступна человеческому разуму. Там, где отсутствует такая вера, наука вырождается в бесплодную эмпирию. Каждый, кто достигал действительно значительного прогресса в этой сфере, в науке, был движим глубоким почтением перед воплощенной рациональностью, перед величием разума, ставшего явью. Бесспорен тот факт, что убеждения в разумности и продуманности мира, лежащие в основе всех научных работ высшего уровня, сродни религиозному чувству. Это твердая и тесно связанная с неким глубоким чувством убежденность в существовании высшего разума, открывающего себя через мировой опыт и представляет собой мою идею Бога. Я не позитивист. Позитивизм утверждает, будто того, что нельзя наблюдать, не существует. Подобное представление непростительно с научной точки зрения, ибо невозможно узнать наверняка, что люди могут наблюдать и чего они наблюдать не могут. Пришлось бы сказать, что существует лишь то, что мы наблюдаем, но это очевидная ошибка. Каждый, кто с головой погружался в науку, убеждался в том, что законы природы подтверждают существование Духа, который безмерно превосходит человека, и перед лицом которого мы с нашими скромными возможностями должны смириться. Моя религиозность состоит в смиренном восхищении перед безгранично великим Духом, открывающим себя в мельчайших деталях, которые нам удается обнаружить при помощи нашего слабого и ничтожного разума. Это глубокое эмоциональное убеждение в существовании высшей мыслящей силы, которая раскрывает себя в непостижимой вселенной и формирует мою идею Бога. В это может быть трудно поверить, однако подобный способ мышления распространен не только среди ученых-теистов минувших времен, вроде Исаака Ньютона и Джеймса Максвелла. Многие выдающиеся ученые современности, вопреки навязанному мнению большинства, также считают законы природы идеями разума Бога. Например, Стивен Хокинг заканчивает свой бестселлер «Краткая история времени» так. «Если мы все же построим полную теорию, то она со временем должна стать понятна всем, не только ученым. И тогда мы, философы, ученые и обычные люди, сможем принять участие в дискуссии о том, почему существует Вселенная и почему существуем мы сами. Если мы найдем ответ на этот вопрос, это ознаменует триумф человеческого разума, ведь мы поймем, чего хочет Бог». На предыдущей странице он говорил «Даже если существует всего одна возможная единая теория, это просто набор правил и уравнений. Но что вдыхает жизнь в эти уравнения и создает Вселенную, которую они могли бы описывать?» Позднее в интервью Хокинг по этому поводу также сказал «Огромное впечатление производит уникальный порядок. Чем больше мы узнаем о Вселенной, тем яснее понимаем, что она управляется разумными законами». И добавил «Вы все еще спрашиваете, почему существует Вселенная? Если хотите, можете сделать Бога ответом на этот вопрос». Интересно будет почитать в комментариях, кому из авторов относительно веры Эйнштейна больше доверяешь ты – Докинзу или Джеймеру. Лично для меня ответ очевиден. Очень жаль, что сегодня наука в подавляющем числе случаев поддерживает эволюционистов, а искренне верующих ученых пытаются скинуть на лавку запасных. Однако радует, что порой креационисты, все же пробивая толстую стену суеверий, до наших ушей доносится авторитетное «Бог есть». А значит, мы его продуманное творение, а не плод к случайности. Спасибо за просмотр, родные. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайк этому видео и рассылайте его вашим друзьям и знакомым. Пускай весь мир узнает, что с Богом реально круче. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!